Всем привет! Саня Сумской на связи. Очередное мое информативно-любительское видео. В данном видео поговорим про хоум офис. Кто это вообще такие хоум офис? Что это за организация? Чем она занимается? И почему она наводит страх на многих нелегалов, которые находятся в частности в Лондоне, в Англии? Хоум офис это миграционная служба, которая занимается отловом нелегалов и процедурой их отправки на родину. На время своей командировки Великобритании тут сам нахожусь временно в этом статусе. И в связи с этим решил записать это видео, так сказать, поделиться доступной и не очень доступной информацией, которая есть не везде в интернете. В этом видео я расскажу, как избежать встречи с хоум офисом и минимизировать риски попадания к ним. Первое. Это визиты на дом. Как хоум офис вообще приезжает домой и пытается задержать людей в доме? Ну, есть информация, что, к примеру, когда какой-то человек, который находится здесь в нелегальном статусе, попытался открыть банковский счет, пошел в банк открывать счет и указал свой домашний адрес, где он находится, для того, чтобы туда пришла банковская карточка. Есть информация, что некоторые банки сотрудничают с этой организацией, хоум офис, с этой структурой и дают информацию, что, к примеру, какой-то нелегал хочет открыть счет. И потом все уже, как бы, накапливается информация. Хоум офис потом смотрит, ну, проверяет, сколько там людей живет по данному адресу, сколько там нелегалов может находиться, есть ли смысл вообще туда делать визит. Если, к примеру, там один будет человек, то хоум офису нет смысла вызывать туда наряд и пытаться производить задержку людей. Если же там уже будет 3-5 человек или более, ну, к примеру, украинцев или каких-то других нелегалов, то хоум офис уже может даже последить за данными людьми, то есть специальные люди будут на парковках, на обычных стоять, следить, сколько людей живет в доме, кто как, то есть небольшую слежку произведут. И потом, если уже подтвердится информация, что там находится столько нелегалов, и есть ли смысл делать, пытаться задержку, то она может быть произведена. Также раньше была акция такая, где хоум офис сотрудничал с обычными людьми, кто делает наводки. К примеру, хоум офис платит 300 фунтов за информацию, в которую человек может какой-то сказать, где в доме, например, живет там 5 или 7 нелегалов. И потом хоум офис проверяет эту информацию. Если же все подтверждается, то они платят, к примеру, 300 фунтов гонорар, так сказать, тем, кто сдает информацию. Поэтому надо быть осторожным. Как вообще хоум офис заходит в дом и попадает в дома к людям, для того, чтобы проверить их документы? Сначала они стучатся в дверь или звонят. Затем просят подписать определенный документ, который дает право на обыск в доме. Соответственно, документ этот подписывать ни в коем разе не надо. Надо либо вообще не открывать двери, либо, если вы уже закрыли, то говорить, ссылаться на то, что ландлорду звоните и с ним решайте все вопросы. Хоум офис может пугать, что в течение часа у них будет ордер на арест данного дома или квартиры, и они смогут провести обыск. Но за это время уже в течение часа тем, кому надо покинуть будет данное помещение, они уже через гарден или каким-то другим способом покинут, к примеру, это место. В случае, если уже хоум офис попал к вам домой, то, соответственно, вы не должны держать с собой никакие документы рядом, если у вас нету легальных документов, соответственно. То есть где-то сбросить их, не держать также СС-карты. Например, есть тут много людей, работают не под своими СС-картами. То есть все эти документы надо где-то спрятать, желательно не в своей комнате, где-то у легальных людей, либо же найти какое-то место, чтобы у вас в случае обыска не нашли никаких документов. Соответственно, если у вас ничего не будет, то не будет как бы оснований вас и задерживать, так как они не будут знать, кто вы. А всего лишь навсего просто вдруг они спросят, уже вы скажете, откуда вы там назовете какую-то страну, и скажете, что вы приехали, к примеру, с другого города сюда на недельку погостить к друзьям, или сняли квартиру на неделю по объявлению или комнату. То есть уже будете комбинировать и принимать решение, как правильно общаться с данными людьми. Также не забывайте, что когда будете общаться, не надо нервничать, спокойно все воспринимать, как будто вы вообще не понимаете, о чем речь. У вас все нормально, не надо даже думать о том, что вы здесь нелегально. Вы здесь легально. Следующий пункт – это проверки документов и задержания на станциях и в разных людных местах. Сейчас перед Брекситом усилились немного рейды хом-офиса. Раньше они работали в обычном режиме, план выполнили, к примеру, определенный, ну и затихли, да, все дальше, все живут в спокойном режиме, кто находится тут не сильно легально. А сейчас перед Брекситом усилились их визиты на дома и проверки разные на станциях. Поэтому тоже постарайтесь с собой не носить никакого левака, никаких документов. Если работаете на стройке не под своей СС-картой, индакшн прошли, все, скинули ее где-то, она лежит в безопасном месте с собой, не носить никаких левых документов, чтобы не были они на разные имена. Также, если видите вдруг миграционную службу и смотрите уже сдалека, если они уже агрессивно настроены, там через одного могут проверять, там или там видите, что есть вероятность, что они вас задержат, то лучше обойти и пройтись на другую станцию. Многие люди, когда видят обычную полицию на станции, у них тоже это ассоциируется с хом-офисом и их могут задержать. Хотел сказать, что не надо как бы бояться, если полицию видите на станции, это всего лишь навсего обычная полиция, которая следит за порядком и ловит тех, кто, к примеру, не платит за проезд. Поэтому не путайте миграционную службу хом-офиса с обычной полицией, которая следит просто за порядком на станциях. Ну, в принципе, у меня на этом все. Любительское видео будет подходить к своему завершению. Надеюсь, кому-то было хоть немного полезным из тех, кто прибыл в Англию, находится в нелегальном статусе или думать сюда ехать и, возможно, будет находиться в этом статусе сразу или на протяжении определенного времени. У меня все на сегодня. Всем до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok